Сегодня в нашей студии внук Павла Фёдоровича Гаевского, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добрый день. Я знаю, что когда дедушке не стало, вам было около 10 лет. Каким вы его запомнили? Скажите, пожалуйста. Во-первых, спасибо, что пригласили в студию сегодня. Действительно, день рождения моего деда Павла Фёдоровича, как всегда, был отмечен памятными словами возле мемориальной доски. И огромное спасибо, я хотел сказать слова благодарности, во-первых, жителям города, которые пришли, руководству Ленинского городского округа, которое отнеслось с таким вниманием к этой дате, и школьникам, которые сегодня также присутствовали на мероприятии. Отвечая на ваш вопрос, хотелось сказать следующее. Общался он со мной не так часто в силу своей занятости, но когда он себе это позволял, мы с ним смотрели футбол. Вот это его любимое занятие было, в свободное время смотрел футбол. Позволял иногда посмотреть, какие у него документы на рабочем столе дома. Я вот отчетливо помню. Конечно, суть документов я не помню, я еще маленький был, но я помню, как этот процесс проистекал. Мне было интересно покопаться в его папках, в ящичках во всех, все эти ручки, бумаги, какие-то бланки. Как отдыхал руководитель завода, казалось бы, да, мог ехать в какой-нибудь дом отдыха, там, санаторий и так далее. Нет, самое любимое времяпрепровождение – это взять раскладушку, пойти в лес, на окраину вот этого нашего леса, поставить эту раскладушку, и часа два он просто лежал, отдыхал. Вот такое у него времяпрепровождение было в выходные дни. Все, с газетой. Я очень хорошо помню, как он меня водил на территорию коксовых печей в сторону ремонтно-механического цеха. Прогуливались мы в сторону ТЭЦ. Он мне рассказывал, где что находится, как проистекают какие процессы. Рассказывал все это очень кратко. Мне это было все непонятно. Но вот то чувство, которое человек испытывал, рассказывая все это, вот я помню прекрасное его лицо, он, конечно, испытывал чувство гордости. Он шел по территории завода, и что бросалось мне в глаза? Во-первых, он здоровался с каждым человеком. Я потом уже, когда занимался хозяйственной деятельностью сам, вспоминал многое из этих событий. И какие-то моменты старался проецировать на свою практику уже. Ну, кстати, хотел задать вопрос. А какие, собственно, еще качества вашего деда вы решили перенять? То, что отличало его, это деловой подход в любой ситуации, к решению любых вопросов. Насколько он внимательно и чутко относился к людям, окружающим его, на производстве, в жизни. Ну, это о многом говорит, конечно. Спасибо большое за ваши воспоминания, Тимур. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был внук Павла Федоровича Гаевского, Тимур Вячеславович.